Всем привет! Сегодня пришла одна из долгожданных посылок с сайта Banggood. Здесь у нас квадрокоптер компании A-Chain. Но квадрокоптер не простой, а маленький на коллекторных двигателях. Кстати, смотрите, положили переходничок под китайскую, от китайской розетки. Вот такая коробочка. Размер у него 88, комплектация ARF. A-Chain написано. Давайте дальше вскрывать, смотреть что там внутри. У меня был квадрокоптер маленький от A-Chain на коллекторных движках. Он, в общем-то, был неплохой, но он был на текстолитовой плате сделан. Из-за этого был не очень прочный. Так, что у нас здесь в комплекте? У нас в комплекте есть зарядка от USB на 500 миллиампер. У нас есть в комплекте аккумулятор двухбаночный, 450 миллиампер и сток отдачи 45C или 35C. Непонятно, тут галочку поставили. Она, ну, наверное, 45C все-таки. Так, кстати, XT-30. Запасные пропеллеры. Смотрите, какие маленькие пропеллеры. Просто пипец. Это размер 20-30. Трешки. И вот он сам квадрокоптер. Он очень маленький. Кстати, снизу у него что-то наподобие пенопласта. Короче, мягенькая какая-то штучка такая. Вот. И коллекторные движочки. Смотрите, какие они просто малипусенькие. Это Racer Star BR1103 10000 KV. Офигеть просто. Стоит камерка с передатчиком сразу же. Камера с передатчиком на 25 милливатт. Есть клевер, но я думаю, от клевера, наверное, надо избавиться, потому что, ну, нафиг не нужен тут. Он будет только ухудшать, наверное. Можно, в общем, мне кажется, убрать, поставить простую дипольку и мы уменьшим вот эту дугу, которая... Кстати, дуга вообще железная. И она прикручена снизу. Прикольно. Так. Здесь у нас стоит что-то наподобие SP Racing. И выведен вот такой вот коннектор под SBUS, например, или PPM. Также сзади у нас стоят светодиоды и бузер, чтобы знать, когда, например, сядет аккумулятор, либо искать в траве данный квадрокоптер. Все-таки он маленький. Так. Ну, давайте подключим его к компьютеру и посмотрим, что тут есть, что вообще он работает. Ну, как-то светится... О, все работает. Все норм. Кстати, плата распределения... Не плата распределения питания, а регуляторы скорости вот там внутри. Это маленькая такая плата. Четыре в одном. И, насколько я помню, это на 6 ампер она. Вот. На каждый моторчик. Моторчики прям реально такие маленькие. Ну, крутится легко. А вот с этим мотором какая-то проблема. Четвертый мотор. Люфта вроде нету. Но звук мне не очень нравится. Ладно, давайте подключим компьютер и посмотрим, что вообще на нем прошито и что мы можем с ним сделать. Подключилась через Betaflight. Судя по всему, здесь стоит Betaflight версия 3.1.0. Ну, в общем-то, неплохо. Так, что мы здесь можем посмотреть? Мы можем... Да, работают гироскопы. Можем их откалибровать. Ну, в общем, полноценный полетный контроллер. Включен S-Bus, как я понимаю. Так, сейчас мы проверим это. Айбус. Интерес, почему айбус? Давайте переключим на S-Bus. Так, сохраним. Также есть V-Bat. Так, так, D-Shot есть. Ничего себе. Ну, что-то я сомневаюсь, что здесь D-Shot 600 есть. Хотя... Кого знает. Так, серво, LED. Вот это вообще, мне кажется, не нужно. Зачем здесь серво включено? А вот, например, IR-MOD включить, я думаю, надо. OSD, не знаю, наверное, нету здесь. Так, и давайте посмотрим, что здесь по LED-у у нас. У нас здесь 6 диодов. И всё, что-то там грузится. Всё, повисло почему-то... А, нет. Ну-ка, давайте disconnect, connect. Как-то туговато он это всё делает, connect и, disconnect. Да, есть варианты, наверное, создать собственную LED-подсветку, чтобы она, например, моргала при поворотах, либо при торможениях загоралась красная. Ну, в общем, можно похимичить и сделать что-то интересное. Так, давайте попробуем откалибровать, например, моторы. Так, включаем. Наверх. Это всё? Видать, всё откалибровалось. Ну, давайте попробуем первый мотор. Работает ли он? Работает. Второй. Работает. Третий. Работает. И четвёртый. Звук у четвёртого какой-то мне не очень нравится. Но все моторы работают. Осталось пойти теперь и посмотреть, как оно летает. Ну, конечно, да, я сейчас припаяю сюда избасовский приёмничек для Тараниса и всё. Погнали смотреть, как летает данная муха. Готов? Готов? Да. Ой-ой-ой. Кажись ему тяжело. Хочешь, он сел? Сразу. Сразу сел? Да. А тот заряжен второй? Да, да. Давай, наверное, второй попробуй. Сейчас мы его посадим. Готово. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тяга от БК моторов очень клёвая. Это совсем не полёт на каких-то коллекторных моторах. То есть подрыв идёт хороший. Но у этого квадрокоптера есть несколько недостатков. Например, вот эта дуга. Она очень мягкая. Её можно даже руками... Как вы видите, я её погнул. Гнётся она практически сразу после, например, падения. Да, она защищает антенну. И... Мне кажется, такая антенна на таком квадрокоптере это лишнее. Можно было простую дипольку поставить. Вот. То есть... Надо что-то с этим делать. Ещё один минус. Это у нас подсветка. Подсветка яркая, да, хорошая. Показывает, куда мы там поворачиваем. Например, можно её запрограммировать, чтобы она моргала при торможении. Всё такое. То есть, через конфигуратор, да, через Betaflight здесь прошит. Можно настроить всё, что угодно с подсветкой. Но из-за этой подсветки, как я понимаю, да, из-за подсветки аккумулятор, да, его хватает, ну, минуту. На минуту полёта, мне кажется, это очень и очень мало. Возможно, нужно уменьшать вес. Так что, вот, я, наверное, займусь тюнингом данной данного квадрокоптера. Сниму, правда, это уже на другом канале. Ссылочка на новый канал в описании, как всегда. Вот. И буду, наверное, про квадрокоптеры, там, про всякие модификации, буду выкладывать уже туда всё. Вот. Так что, кому интересно, подписывайтесь. А так, по квадрокоптеру, да, хороший квадрик, конечно, не дешёвый, не коллекторный. Но и, думаю, стоит переплатить, потому что тяга у него реально хорошая. То есть, даём газу, и не так, конечно, как какие-то большие модели, да, там, 200-е. Но подрыв у него неплохой. Не знаю, как это летать, конечно, на нём дома. Мне кажется, он слишком шустроват для дома. Для дома как раз коллекторный, мне кажется, самое оно. А на таком можно, например, по какой-нибудь стоянке полетать покрытой. Или в каком-то там холле большом. Или, не знаю, в спортзале. Вот. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу. И подписывайтесь на новый канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok